Всем привет, дорогие друзья! И с вами снова я, Даналия. Сегодняшнее видео будет на очень тонкую тему под названием «Сколько СК мы тратим на наших лошадей?» Поясняю. Все мы знаем, что чтобы лошадь была намного быстрее, нужно две вещи. Это, конечно же, уровень нашей лошади, хорошая амуниция, чтобы она давала ей большую скорость, и, желательно, подковы с самыми крупными характеристиками, которые дают плюс две скорости. Складывая все это, а еще, конечно же, и ухоженная лошадь, складывая все это, мы получаем супер-быструю лошадь. Ну, не считая, конечно же, некоторых пород, где какие-то анимации делаются быстрее, к примеру, у некоторых лошадей, которые продаются именно здесь, быстрая анимация пышка, но не в этом дело. Нам всем очень лениво каждый раз качать наших лошадок. Ну, правильно, их нужно докачать до 15-го, и, если честно, я молюсь о том, чтобы разрабы не повышали этот уровень, потому что если даже до 15-го мы доходим еле-еле, что же будет, если они вдруг решат повысить уровень? Но я думаю, этого не произойдет. Итак, все, хоть несколько раз в жизни, видели лошадиных тренеров и подходили к ним даже, но никогда наверняка не покупали у них прокачку лошади. Мы к ним подходили каждый, чтобы купить возможность вести лошадь за повод. Вот это единственная вещь, которую я покупала у лошадиного тренера. Вы не задумывались, почему, в принципе, на самом деле, мало людей подходит к этим вот NPC и покупает у них прокачку лошадей? Ну, во-первых, раз в день можно качать только одну лошадь. И смотрите, с восьмого уровня по девятый прокачка стоит 200 СК. 200 СК? Даже для меня сейчас это много, когда я не могу себе покупать каждый раз удвоение. Давайте посчитаем. За каждый уровень цена за прокачку лошади абсолютно разная. Ради этого я несколько месяцев сделала записи, для того, чтобы понять, сколько стоит прокачка лошади. Начинается все достаточно легко. С первого по второй уровень нужно заплатить 25 СК, чтобы перейти. Со второго по третий 50. С третьего по четвертый 75 СК. И с четвертого по пятый 100 СК. Уже после того, как мы достигаем циферки 100, нам становится страшно, что же будет дальше. Хоча лично я, не вижу смысла бежать к лошадиному тренеру и прокачивать лошадь с первого до того же седьмого уровня. Ведь я сама проверила. Будучи лайфом и с открытыми всеми территориями, я даже не помню, может быть я и не все скачки прошла, а может быть и все. Но за один день вы можете спокойно, если постараетесь, прокачать лошадь с первого по седьмой уровень, а то и с семь с половиной. Но это нужно очень постараться. Так что, это реально. Давайте посмотрим. В первый день мы качаем лошадь до первого уровня, свеженькую, только-только купленную. Переход с седьмой на восьмой левел 175 СК. Для тех, кто еще не понял, с каждым уровнем цена повышается ровно на 25 СК. Таким образом, переход с 14 на 15 уровень будет стоить вам 350 СК. Да, суммы уже страшные, учитывая то, что я пропускаю уровни специально, потому что нет смысла каждый раз говорить вам сумму, где будет прибавляться ровно 25 СК за каждый новый уровень вашей лошади. Я скажу проще, к чему же это? В лошадиных тренерах нету никакого смысла. Лучше самому постараться и прокачать лошадь. Даже если вы будете ее качать не седьмого уровня, то все равно выйдет очень-очень дорого. Я посчитала и сложила все суммы за каждый уровень лошади с первой по пятнадцатой. Это столько, сколько вы отдадите СК чисто за прокачку одной лошади с нуля. Ну, точнее, с первого уровня. Вы отдадите 2625 СК. Ребята, я, конечно, все понимаю, но за такую цену можно купить несколько лошадей. И даже не две, а может быть и все четыре лошади. Так что я не вижу смысла в этих тренерах. Я только одна в жизни видела на американском ютубе девочку, которая отдала СК, по-моему, ровно столько, чтобы прокачать лошадь до пятнадцатого уровня. Да, я не знаю. Если бы это было видео о том, сколько СК вы тратите на лошадь, я бы еще поняла цель данного видео и надобностью потратить столько СК на одну лошадку. Но видео было не в этом. И поэтому, когда я увидела, как у нее исчезает со счета СК, мне стало страшно и кошмарно. И я поняла, что у меня такого никогда не будет. Пусть лошадь будет непрокачанная целый год или будет качаться, но очень долго. Вам будет проще и легче прокачать ее самому, чем заплатить столько СК за одну лошадь. Подумайте о том, что за эти деньги вы, допустим, можете купить не только четырех конях, но, допустим, вы бы могли купить новую одежду из нового обновления. Или купить вещи, которые появились в какой-то особенный ивент. Изменить персонажа, изменить начальную лошадь. Да хотя бы сколько раз вы могли бы оплатить себе корм в конюшне, если у вас много лошадей. Так что подумайте об этом. Стоит ли вообще тратить столько СК на одну лошадь? Я надеюсь, это видео было вам полезным. И даже если вы никогда не задумывались о лошадиных тренерах, благодаря этому видео вы о них и не задумываетесь вообще. Так что ставьте лайк, если вам понравилось или хотя бы чуть-чуть было полезно это видео. Подписывайтесь на канал. И не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И сохраняйте свои СК про себе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!